Добрый день! Героиня нашего сегодняшнего интервью Ася Викторовна Энговатова, заместитель директора по научной работе Института археологии РАН. Здравствуйте, Ася Викторовна! Здравствуйте! В Институте археологии закончился сезон. Расскажите, пожалуйста, какие главные итоги этого года? Самые интересные находки, самые интересные раскопки? Ну, во-первых, у нас заканчивается полевой сезон, и последние годы, конечно, работы на юге иногда продолжаются круглогодично, поэтому мы скажем так, что у нас заканчивается основной полевой сезон, но некоторые экспедиции, конечно, продолжают еще работать. И если говорить про все итоги раскопок этого года, конечно, не хватит, наверное, и десятка интервью. Хочется, так сказать, пользуясь случаем, сказать, что очень мало популярных каких-то работ, популярных программ, связанных с результатами археологических работ на нашем телевидении и в печати в интернете. Это очень жалко, поскольку, несомненно, то количество материала, те замечательные археологические открытия, которые делают наши ученые, они достойны того, чтобы о них знали, знало все наше общество. И, несомненно, так сказать, для обывателей археология это то, что связано с пирамидами. Вот в Египте есть археология, а в России нет археологии, потому что нет пирамид. А по-настоящему у нас десятки тысяч археологических памятников на территории страны. Это уникальная кладезь научной информации. И все, что археологи находят, это очень сильно иногда меняет наше представление о нашей истории. Поэтому, так сказать, большое спасибо, что вы присоединились к этому, так сказать, редкому виду популяризации археологических знаний. И, конечно, очень многое можно рассказать по археологии, по результатам раскопок археологических, так сказать, в этом полевом сезоне. Хочется сказать, что Институт археологии работает, конечно, в основном на территории европейской части России, но довольно широко. От севера, от Соловков и даже от Шпицбергена у нас была шпицбергенская археологическая экспедиция в этом году тоже, до Крыма, до Кавказа, и от Запада, от Калининграда, Смоленской области, до территории Камчатки, так сказать, самая восточная экспедиция у нас была на территории Камчатки в этом году. Но в основном, конечно, сосредоточены работы на европейской части России. И в этом году довольно много экспедиций, которые работали по грантам, по научным плановым темам, выезжали. Но большинство экспедиций археологических, конечно, связано с строительными крупными проектами, со спасательными работами, когда археологи выезжают для того, чтобы раскопать до того, как пройдут строители. Эти работы очень много дают новой информации и дают очень много археологического материала, поскольку стройки у нас в этом году были тоже очень обширные. Это и дорожное строительство, и строительство новых газопроводов, и, так сказать, строительство в городах крупных. Поэтому, так сказать, здесь материала археологического и, соответственно, археологических находок и, соответственно, новых каких-то идей, нового прочтения истории очень много. Но если вот говорить про Подмосковье, что интересного было в этом году? Ну, поскольку, так сказать, я руководитель подмосковной экспедиции, конечно, как бы логично, чтобы рассказать наиболее интересные вещи, которые были связаны с Подмосковьем. Прежде всего, это работа в Троице-Сергиевой лавре. Работы, связанные с масштабным строительством на территории обители, заменой устаревших и уже, так сказать, прохудившихся коммуникаций, водопровода, канализации, электрики и так далее. Они, так сказать, привели, как, так сказать, следует из закона, да, так сказать, к обязательным археологическим предварительным работам. И здесь, конечно, нас, так сказать, дало много интересных открытий, поскольку мы начали исследовать те участки лавры, которые ранее не подвергались научным исследованием. Вообще никогда. Вообще никогда. Это, так сказать, задворки лавры, скажем так. Но они дали, конечно, очень интересный научный результат. Иногда это уникальные артефакты, которые дают нам какие-то, так сказать, новые знания. Предположим, целые развалы печей изразцовых, да, так сказать, вот недавно была найдена печь, так сказать, на первой половине 17 века. Наиболее ранние изразцы на территории Троицы Сергиевой Лавры, какие-то отдельные, видимо, даже, так сказать, еще рубежа 16-17 века. То есть очень важно, так сказать, что на основании этих находок мы можем, во-первых, представить, как выглядели эти роскошные печи в то время и реконструировать их, сделать аналогичные печи для реконструированного, так сказать, интерьера обители. Это важно и для музея, и для представления, так сказать, нашим о интерьере лавры. И самое главное, что, скорее всего, это местное производство, то есть производство лаврское уже. И на это тоже есть, так сказать, ряд догадок. Это крупные находки, но иногда, так сказать, даже очень небольшие находки, одна из которых была вот в этом полевом сезоне, может дать очень интересные аргументы в научных спорах и заставить по-новому взглянуть на, так сказать, на историю той же Троицы Сергиевой Лавры. Поскольку найденная матрица для оттиска на поясах, кожаных поясах монашеских, очень интересная, это, так сказать, очень любопытный спор научный о том, где вообще производились подобные монашеские пояса. В литературе до этого бытовало мнение, что это в основном пояса, которые производились в Киеве, в Новгороде, но находка матрицы, так сказать, для производства подобных, так сказать, поясов на территории лавры дает нам основания говорить о том, что и в лавре подобные вещи, так сказать, производились. А много ли у вас таких находок, которые не описаны в литературе, и именно благодаря археологам удалось установить какие-то факты, то есть нигде ранее об этом не писали? Знаете, как это назвать, очень много археологических находок на, так сказать, вещевой мир не так часто, особенно бытовой вещевой мир не так часто попадает в письменные источники эпохи Средневековья. Письменная культура и, так сказать, тот мир, который описывают письменные источники, он имеет немножко другой фокус. Археологи больше имеют дело с бытовыми вещами и, так сказать, повседневностью, и поэтому это тоже, так сказать, крайне интересная тема, она не описана или не так сильно описана. У нас был серьезный спор с нашими коллегами из музея Сергея Посадского, историками, так сказать, что лучше описывает жизнь лавры, письменные источники или, так сказать, археологии. При этом мы понимаем, что это в основном, так сказать, мы говорим о 15, 16, 17 веке. Для 17-го, 17-го века по лавре уже довольно много письменных источников. Довольно подробно описана даже бытовая часть запасы, которые хранились в Троице-Сергиевой лавре, какие-то элементы интерьера и так далее. Но, тем не менее, археологические материалы дали принципиально новые данные и, так сказать, показали, что то, что было в быту, не совсем соответствует, скажем так, оно дополняет, так сказать, это такой слепой угол, так сказать, то, что не вошло в письменные источники, то, что было, видимо, не так интересно. Предположим, описываются запасы Троице-Сергиевой лавры, огромное количество рыб, севрюк, белорыбец и так далее, так сказать, которые хранятся в запасах. Но то, что ели люди по-настоящему, да, так сказать, в дополнение к этим стратегическим запасам рыб, ершей, так сказать, уклейку, значит, разнообразных пескарей, это то, что мы находим кости этих мелких рыб в, так сказать, туалетах в Троице-Сергиевой лавре. И мы понимаем, что люди это ели, но это никаким образом не отразилось в письменных источниках. И вот эта бытовая жизнь, она не менее важна, так сказать, для историков. И более, может быть, даже показательна. Ну, нельзя сказать, что она более показательна, так сказать, это другой сектор, да, так сказать. Жизнь очень разнообразна, так сказать, но то, что мы можем восстановить эту бытовую жизнь достаточно в каких-то мелких иногда подробностях, это очень важно. И иногда это даёт и очень серьёзные какие-то исторические выводы. Предположим, на основании картографирования участков с распашкой и огородным слоем мы смогли понять, как планиграфию Троицы Сергиевой Лавры на период конца XIV-XV века. И это очень важное историческое научное открытие. Поскольку мы видим сразу, что это не очень крупная обитель, это небольшие размеры Лавры. Как она менялась? Впервые мы смогли это доказать именно на исторических источниках. Это не описывается в письменных источниках, у нас нет этих карт. Но благодаря скрупулёзным археологическим раскопкам, это время очень важное для понимания Троицы Сергиевой Лавры. Оно, конечно, обретает дополнительные археологические источники. Было бы очень интересно проследить путь артефакта от находки до его конечной станции. Я, например, слышала, что многие музеи не принимают артефакты, что у них настолько уже их много и настолько захламлены эти помещения, что некоторые артефакты они просто не берут в свои стены. Ну, надо сказать, что по-настоящему у музеев не очень много, к сожалению, хранилищ. И та программа, которая сейчас развивается Министерством культуры по строительству новых археологических хранилищ, мы очень надеемся, что она будет продолжена. И очень важно, что то, что археологи накопали, оно исследуется, конечно, во время раскопок, во время составления крупных научных отчётов по результатам раскопок. Но потом историки и археологи многократно возвращаются к этим материалам, появляются новые методы. Предположим, сейчас методы ДНК, методы какие-то более точные и тонкие, изотопные анализы и так далее, дают нам очень много для понимания исторических каких-то явлений и жизни конкретных людей. Иногда это очень важно. И то, что материалы сохранены в запасниках, в хранилищах, даёт возможность вернуться к этим коллекциям. Кроме того, то количество материала и артефактов, которые получают во время раскопок, это, конечно, очень важная вещь. Её надо популяризировать. Надо делать выставки, надо водить туда школьников, поскольку это наша история. И когда ты видишь восстановленные реставраторами целые формы горшков, ты видишь, что к ним прикасались люди много столетий назад, видишь боевое оружие, которое находят археологи, видишь какие-то бытовые приметы, ювелирные изделия. Это всё кожу, кожаную обувь, какие-то вещи из росы, это всё очень важно, поскольку всё пропитано, вся жизнь была пропитана такой красотой, эстетичностью определённой. И ты видишь этот бытовой мир, он очень важен для восприятия нашего. И особенно это важно, конечно, для детей, поскольку когда они изучают историю, это не должны быть сухие страницы учебника. Это всегда должен быть тот мир. А что такое мир? Это вот эти бытовые, в том числе, это бытовые изделия. Поэтому, конечно, взаимодействие с музеями очень важно. Очень важно делать такие выставки по результатам раскопок. Предположим, в этом году, в связи с празднованием в лавре, мы сделали с паломническим центром вместе выставку и показали те артефакты, которые найдены в этом полевом сезоне. И это оказалась очень большая, крупная выставка. Интересная и для паломников, и даже интересная для наших коллег. У нас многие коллеги приезжали, смотрели. Такой обширный материал, который до этого, в общем, нигде никто не видел. Это важная часть нашей археологической деятельности. Не только сами раскопки, но и представление этого материала, в том числе для нашего общества. И выставка его очень важная часть. А можно ли все-таки сказать, что хранилищ сегодня не хватает, и что нужно их больше создавать? Да, конечно, несомненно. Мы полностью присоединяемся к точке зрения, что надо создавать новые хранилища. И это очень важно для нас, чтобы все артефакты, которые уже изъяты из земли, были сохранены для потомков. Мы видим, насколько большой прогресс в использовании новейших методов, естественно-научных методов, в изучении этих артефактов. Поэтому, конечно, все должно сохраняться именно в государственных музеях. Можно, наверное, сказать, что мы сейчас живем в цифровом мире, и хотелось бы узнать, а какой будет археология будущего? Цифровая археология, что мы оставим после себя? Мемы, видео, картинки? Как это будет выглядеть работа археолога вот в таких условиях? Ну, вы знаете, конечно, наша бытовая жизнь, несмотря на большое количество цифровых каких-то гаджетов, бытовая жизнь тоже очень разнообразная. Поэтому, наверное, мы будем раскапывать пластик, наши пакеты, наши банки, которые очень долго разрушаются, и поэтому как-то будем характеризовать наше общество. И уже не так романтично, как раскапывать артефакты 15-16 века. Ну, вы знаете, все зависит от научной задачи. Я знаю, что наши коллеги раскапывали помойки 50-х годов для того, чтобы тоже понять бытовую культуру того времени. И тоже с большим интересом увидели разницу между реальностью, которая дана нам в археологическом мире, и нашими представлениями о этих 50-х годах, которая сформировалась на основе журналов и фильмов. А в чем разница? Ну, в меньшем потреблении тех или иных продуктов, которые, предположим, присутствуют в фильмах, но в реальности не так популярны были, судя по всему, в массовом потреблении, судя по вот этим вот помойкам. Что такое культурный слой? Фактически, это слой древней помойки. То есть это то, что выброшено. В этом, несомненно, есть какой-то определенный ракурс, поскольку понятно, что золотые украшения или какие-то очень ценные вещи редко попадают в культурный слой. Больше попадает то, что не так важно. Но именно это характеризует нашу бытовую жизнь. А археологи будущего, вот как вы считаете, будут ли они изучать именно цифровое наше наследие? Или же этим должны заниматься какие-то другие специалисты, может быть, отдельный вид специалистов? Вы знаете, археология все-таки больше связана с землей. С раскопками и с теми наслоениями культурными. Культурный слой, культурные наслоения. Фактически, иногда говорят, что культурный слой это слой без культуры. Но это не совсем так. Несомненно, это все в целом наша культура. Поэтому столь важно это исследование и понимание. Мы очень много спорим иногда со строителями, поскольку археологи стараются все-таки очень аккуратно работать. И медленно. И медленно. Чем, конечно, часто раздражают строители, которые хотят быстрее, чтобы все освободили, и они начали строить. Но когда они видят, насколько много всего интересного находится, спор становится более лояльным. Мы стараемся находить какие-то компромиссы, которые дают возможность и нам очень качественно исследовать все. Но и стараться делать это иногда, выходя даже в субботу, воскресенье, дополнительно поработав. Но все-таки все полностью исследовав, тщательно и хорошо. Потому что в этом основа и в качественной фиксации. Это основа наших знаний и основа того документированного материала, который мы раскапываем. И это очень важно. Важно оставить после себя качественный источник археологический, научный источник. Качественные отчеты, хорошие коллекции. Это будет основа в нашем споре в дальнейшем. Будет основа для исследования этого общества. И мы надеемся, конечно, что те материалы, которые исследуют археологи, будут дальше многими поколениями еще востребованы. Именно поэтому важны хранилища. Поскольку эта информация должна в музее сохраниться. В музее существует очень жесткая система хранения, учета. И она дает надежду на то, что все, что туда в музей попало, уже там будет сохранено веками. Ваше исследование простирается от Калининградской области до Дальнего Востока. Расскажите, пожалуйста, какие регионы России наиболее интересны с археологической точки зрения? Где самые необычные находки? Вы знаете, банально звучит, но везде. В этом году и сенсационные материалы из Калининграда, некрополи в Буке Великого Переселения Народов, памятники бронзового века. Это материал, который достоин отдельного рассказа. И Крым с огромным количеством исследований курганов и поселений, и курганов эпохи бронзы. Интереснейшие находки. Опять-таки, это целый большой цикл материалов, которые, конечно, не одна передача. Можно об этом долго говорить. И наши работы института на Кавказе, и работы на Соловках, в Архангельской области. Все это вместе, конечно, это огромное многообразие. У нас даже экспедиция в Узбекистан в этом году состоялась, и наши коллеги работали на уникальной крепости времен Александра Македонского, практически на границе с Афганистаном. И это тоже отдельная тема. по Подмосковью, которые, я знаю, конечно, лучше всего, работы велись от памятников каменного века. Это Зарайская палеолитическая стоянка, еще тогда, когда мамонты вокруг ходили, и на берегу Осетра очень небольшая группа людей сделала эту стоянку. исследования каждый год дают какие-то новые материалы. Вы знаете, у нас огромная страна, в ней по-настоящему есть масса материалов, которые нет нигде в мире. Например, какие самые яркие можно привести? Наши города, каждый город уникален. Работы у нас были в центре Ярославля, Переславля Залесском, это материалы XII века, XIII века. Городская археологическая культура этого времени, конечно, она уникальна. Наши города деревянные, это не каменные города Европы, они очень своеобразные, и только благодаря очень качественных археологических исследованиям мы по иногда следам даже в культурном слое можем восстановить и улицы, и дома, и церкви, в том числе и деревянные церкви, такие тоже сейчас в этом году несколько раскопаны. В том числе в Подмосковье, в Перхушково нам удалось впервые найти самую раннюю церковь, видимо, XV века, ее основание, потом была каменная, потом она была перенесена ее место, но первоначальная ранняя церковь, видимо, тоже попала в археологический раскоп, была идентифицирована, и это, конечно, редкая находка, поскольку дерево очень такое не в мокром культурном слое, она не очень хорошо сохраняется, иногда это буквально тлен, но тем не менее его направление, археологическое тщательное фиксация дает нам все основные параметры зданий, и это тоже очень важно. Очень любопытные работы, которые фактически впервые были проведены в Кремле Вереи, это один из самых маленьких городов на территории Подмосковья, очень такой камерный, но в XV веке это был достаточно значимый город, центр даже потом удельного небольшого княжества со своей чеканкой монеты, они сами чеканили монеты, и вот этот период расцвета Вереи, XV век, XVI век, это то, что удается по археологическим данным прекрасно восстановить. Наши коллеги сразу же после войны проводили небольшие работы в Вереи, буквально два сезона, и смогли не совсем точно поставить вопрос о том, когда приблизительно были построены стены оборонительные на Вереи, но благодаря раскопкам этого года удалось точно установить дату, на основании чего мы смогли раскопать эти конструкции стен, так сказать, дерево-земляные, и под ними культурный слой, на котором были возведены эти стены, и в культурном слое нашли монеты с, соответственно, с датировкой, и благодаря этому мы смогли понять, что да, в какое время практически точно были возведены эти стены. То есть вот такие находки иногда, так сказать, одна монета небольшая, которая дает основание для, так сказать, точной датировки строительства. Это как раз очень важные вещи, поэтому археологи копают тщательно, поскольку монеты иногда, так сказать, меньше сантиметров, двух, так сказать, это очень маленький артефакт, но тем не менее крайне важный. Работы в Верье показали нам тоже очень любопытные аспекты жизни города, поскольку мы видим, что после смутного времени, после разорения этого города в самом начале 17 века, фактически весь 17 век городище стояло незастроенном. То есть это очень четко показывает разрушительное вот это воздействие смутного времени, разорение войны, как оно влияет на город. То есть целый век не могли ничего там построить? Да, целый век жизнь теплилась на посадах, но на самом Кремле нету культурного слоя, практически нет находок, нету монет этого времени. Если мы видим десятки монет 15 века, 16 века, надо сказать, много, активная жизнь, богатый город, все разорение города и в течение века, в общем, так сказать, еле теплится жизнь. И только в 18-19 веке, так сказать, это все заново начинает застраиваться. Опять-таки разорение города войны 1812 года и огромное количество артефактов, пуговицы русских и французских, которые, так сказать, мы видим, мы видим, что бой был. Да, мы это знаем по письменным источникам, дорохов и так далее, так сказать, но когда мы видим эти артефакты, даже остатки сабель, в основном бытовые вещи этого времени, мы видим, насколько это было кучно. и то, что эти материалы попадут в местный музей, и школьники, и, так сказать, все интересующиеся истории города будут это видеть, это очень важно. И, так сказать, в этом году нам тоже удалось в сентябре сделать по результатам раскопок в Верье сразу же небольшую выставку в местном музее и показать тот материал, который мы нашли. Очень приятно, что, так сказать, очень много пришло жителей города, и мы очень надеемся и уверены в том, что, так сказать, подобные вещи должны, конечно, экспонироваться на месте. Они не должны уезжать в областной какой-нибудь центр, где это будет не столь восприниматься правильно, так сказать, ценность этих вещей на своем месте. И поэтому, так сказать, археологические раскопки всегда должны сопровождаться. Вот еще в советское время обязательно ученые делали доклады, так сказать, иногда несколько раз, так сказать, для жителей тех районов, сел, городов, в которых они, так сказать, проводили работы. Это очень правильно, поскольку без информации, без очень точной, научной, заинтересованной такой, так сказать, правильной информации о том, что сделано, археология превращается в какую-то ненужную, так сказать, вещь, которая, так сказать, да, она прописана в законе, мы говорим о том, что да, наше общество должно, так сказать, сохранять что-то, но мы в этом не видим, большая часть людей не видит в этом смысла. Она не понимает, насколько много делается вот этими археологическими раскопками, насколько много меняется в нашем понимании истории. и для этого очень важна популяризация. Мне кажется, так сказать, то, что мы демонстрируем фильмы про археологию Египта, так сказать, или там Месопотамии, Перу, или еще что-то, но не говорим много о археологии России, это какое-то большое упущение. Конечно, так сказать, нужно, чтобы археологи имели возможность популярно, интересно рассказать о своих находках. И, так сказать, это сразу же, так сказать, даст, так сказать, совершенно качественно другое представление о богатстве нашей истории, ее разнообразие и, так сказать, ценности, так сказать, этого материала археологического. Иногда не такого красивого может быть, но очень значимого, поскольку каждая кость, как мы знаем, так сказать, может перевернуть мир. И то, что, так сказать, недавно Нобелевскую премию дали Сванта Пабо, так сказать, за исследование в том числе нашего Денисовского пещера, человека, так сказать, из Денисовской пещеры, а фактически это находка фаланга пальцев, так сказать, которая перевернула наше представление, так сказать, фактически о развитии человечества. Причем по материалам российских ученых ведь это было сделано. Конечно, так сказать, это очень обидно, потому что, конечно, это то, что должны были сделать, премию должны были, конечно, дать в том числе и нашим ученым, так сказать, и это мировое признание реально, поскольку, так сказать, качественные археологические раскопки смогли, так сказать, дать новый материал для пересмотра фактически эволюции человека. Это важнейшие, так сказать, такие вехи в истории и очень важные для современного человека понимания. Ася Викторовна, расскажите, пожалуйста, напоследок о планах на следующий год. Ну, прежде всего, так сказать, мы будем продолжать работы на тех участках, где, так сказать, ведется стройка, поскольку, так сказать, это именно спасательная функция, так сказать, нашего института, спасательная работы, которые не могут, так сказать, ждать, поскольку, так сказать, если строительство идет на территорию памятника, если есть, так сказать, раздел по сохранению, так сказать, наследия, то археолог обязан, так сказать, это все дело раскопать. Поэтому у нас продолжатся как работы на территории Троицы Сергиевой Лавры, так сказать, как территории, связанные с благоустройством Вереи и, так сказать, нескольких других объектах, так сказать, по Подмосковью. Ну и, конечно, так сказать, естественно, на, так сказать, территории всей нашей страны, на, так сказать, с европейской части в Крыму и в Калининграде и, так сказать, на севере работы будут продолжены. Мы очень надеемся, так сказать, что у нас будет довольно масштабная какая-то выставочная, так сказать, деятельность. Вот с Подмосковьем мы договорились в рамках популяризации археологического наследия о выставке на территории аэропорта Домодедово. Поскольку там большая пропускная способность, так сказать, мы постараемся сделать интересную фотовыставку по материалам археологических исследований, одни лучшие артефакты, так сказать, сокровища России археологические, так сказать, выставить и, так сказать, таким образом, чтобы они были доступны для максимально большего количества, так сказать, народа. Также, так сказать, сделать выставки с историческим музеем, совместно, так сказать, с другими музеями, так сказать, Москвы и Подмосковья. Мы планируем сделать выставки с ведущими археологическими музеями России, а также, так сказать, издать материалы археологических работ, продолжить это издание материалов, поскольку, несомненно, для научной организации продукция в виде статей, монографий, обобщающих монографии, это, конечно, так сказать, самое основное. Ася Викторовна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok